Да, это срочно! Свяжите меня с вице-президентом Самсунг! Это же он у вас там по факту главный, да? Скажите, что Тим Кук его беспокоит? Уточните, пожалуйста, вам по какому вопросу? Мне нужна его помощь! Меня могут посадить в тюрьму! Довольно иронично! Вы что, издеваетесь? Что тут ироничного? Иронично то, что вице-президент Самсунг буквально только что сел в тюрьму! Что, опять? Да, опять! Здорово, братцы! Вы на канале Андро Ньюз! Знаете, на этой неделе нам как-то чудовищно не везет! Не знаю, кто там колет иглу в куклу Вуду Андро Ньюз, но, ребятки, это точно какой-то нехороший человек! Но, в любом случае, вот по сравнению с тем, что сейчас происходит у Apple, Самсунга и Google, наши проблемы не идут ни в какое сравнение. Но, об этом чуть позже. Сейчас я предлагаю начать с Realme, которые внезапно предложили закатить нам губу. Где-то полтора месяца назад в сети появилось изображение смартфона Realme со стильным дизайном, который очень выгодно отличается от всех остальных аппаратов компании. Но директор по маркетингу заявил, что эту модель в итоге пришлось отменить. Инженеры компании хотели сравнять модули камер с общей толщиной смартфона, чтобы ничего не выпирало и выглядело гармонично. Но в итоге у них ничего не получилось, потому что из-за всех вот этих манипуляций места для аккумулятора стало меньше и появились проблемы с временем автономной работы. Короче, суть вот в чем. Привыкайте к однотипным уродцам. К сожалению, на данном этапе это лучшее, что могут предложить компании. Ребятки, предлагаю немного взбодриться. Вчера мы запустили розыгрыш трех крутых пар наушников от компании OnePlus. Три пары наушников, три победителя. И условия максимально простые. Подписаться на канал, поставить палец вверх опционально и написать комментарий по теме. Все это нужно сделать под видео, ссылку на которое я оставлю в описании. Желаю вам удачи, а сейчас продолжаем. Ладно, я же знаю, что вы заинтригованы и хотите побыстрее узнать о проблемах крупных брендов. Предлагаю начать с Google, потому что, ну, их проблемы хотя бы можно решить деньгами. Оказывается, корпорация добра собирает ваши личные данные даже в режиме инкогнито. Ну, кто бы мог подумать. Теперь в отношении Google подан коллективный иск на общую сумму 5 миллиардов долларов. В заявлении сказано, компания не может продолжать участвовать в тайном и несанкционированном сборе данных практически каждого американца, имеющего компьютер или телефон. Ну, в общем-то, может. При регистрации аккаунта Google вы принимаете все условия пользования. Если вы не хотите, чтобы Google за вами следили, не регистрируйте аккаунт Google и не пользуйтесь их сервисами. Это ваше право. В общем-то, все происходит добровольно. А что касается режима инкогнито, мне вот интересно, какого черта кто-то решил, что сбор данных не работает в этом режиме? Ребятки, ваши данные просто становятся обезличенными, но они по-прежнему передаются на сервера. Только поймите меня правильно, я ни в коем случае не выгораживаю сейчас корпорацию добра, мне тоже это не нравится. Но предъявлять какие-то претензии после того, как я сам на все согласился, ну, это по меньшей мере глупо. В общем, Google наверняка сможет решить этот вопрос. А еще совсем скоро Google планирует представить свою новую ТВ-приставку «Сабрина». Причем это будет не какой-то очередной костыль в линейке Chromecast, а полноценный Android TV со стильным пультом дистанционного управления. Ориентировочный ценник обещает примерно 80 долларов. И если все будет действительно так, тогда это вполне себе неплохое предложение, потому что, допустим, альтернатива от компании Xiaomi стоит 50 долларов. Но мне кажется, «Сабрина» от Google будет поинтереснее. Но, честно говоря, какое-то уж сильно сладкое предложение для корпорации бабла. Больше верится в цифру, там, 99 баксов, а то и дороже. Ну и чисто в тему о приставках. Легендарная японская компания Sega представила Game Gear Micro. Это такая миниатюрная игровая приставка по цене 46 долларов за штуку. Доступно 4 цвета. Черный, красный, синий и желтый. Каждому цвету соответствует свой набор из 4 игр. То есть, за 46 долларов вы покупаете микроскопическую консоль, на которой всего 4 древних игры. Хотите больше игр? Покупайте больше консолей по 46 долларов за каждую. А еще компания Sega подготовила просто шикарнейшее предложение. Покупаете 4 консоли по специальной цене. 251 доллар. Да, с математикой у них явно беда. Зато в подарок вы получите специальную накладку с увеличительным стеклом для экрана. Старт продаж 6 октября. Ну что, двигаемся по нарастающей. Давно известно, что у Тима Кука есть определенные проблемы с обещаниями. А теперь у него появились проблемы и с акционерами компании Apple. История тянется еще с ноября 2018 года. Когда в попытке удержать высокую стоимость ценных бумаг, Тим Кук уверял акционера в том, что айфоны отлично раскупаются по всему миру, включая Китай. Прогнозы порадовали всех. Но уже через пару месяцев, в январе 2019 года, Тим Кук внезапно еще раз обратился к акционерам с новым прогнозом, который был гораздо менее утешительным. Акции рухнули на 25%. Акционеры считают, что Тим Кук еще в ноябре знал, как обстоят дела на самом деле. И нарочно вводил их в заблуждение. В итоге подан коллективный иск с требованием возмещения ущерба от падения акций. А это, между прочим, сумма астрономической величины. Если иск будет удовлетворен, тогда Тим Кук однозначно потеряет доверие, а, возможно, с ним и должность. А тем временем, пока компания Apple готовится к презентации iPhone 12, в сети уже появились первые подробности об iPhone 13. Говорят, смартфон получит новый тип OLED-дисплея с применением технологии LTPO, которая отвечает за включение и выключение пикселей на экране. Короче, автономность айфонов станет еще круче. Наверное. Может быть. если за это время не появится что-нибудь такое, что будет эту батарейку съедать. А еще недавно в сети заверусилось видео из Японии, на котором демонстрируется распечатанный на 3D принтере прототип iPhone 13. Но это, конечно, просто какой-то стыд. Тут вам и камера под дисплеем, и разъем USB Type-C. В общем, все, о чем мечтали. Ребятки, я же предлагаю быть реалистами и не верить в подобные фейки. Ну, во-первых, потому что порт USB Type-C iPhone точно никогда не получит, а во-вторых, уже сейчас есть информация в сети, что iPhone 13 лишится вообще всех разъемов. То есть он будет заряжаться тупо при помощи беспроводной зарядки. А в компании Samsung, как всегда, весело. Вице-президент и фактически руководитель Ли Джи Йон может снова присесть в тюрьму. В этот раз за финансовые махинации. Забавно, ведь его однажды уже посадили на 5 лет за взяточничество и растрату корпоративных средств. В 2018 году он наконец-то вышел из тюрьмы и тут же влип на новый срок. Хотя у руководителей Samsung это, можно сказать, традиция сидеть в тюрьме. Сразу до него в 2009 году сел в тюрьму его отец Ли Кун Хи, бывший глава компании. А до него в тюрьме сидел его отец Ли Бён Чхоль. Я житель председатель фунт, я всегда сидел. Садитесь. История компании Samsung начинается с того, как ее основатель сидит в тюрьме. И, ребятки, я сейчас не шучу. Кстати, менеджеры Samsung предпочитают не вспоминать этот печальный факт истории бренда. Ладно, черт с ними. Нам-то с вами в первую очередь интересно, что Samsung производит. Помните, несколько минут назад я вам рассказывал, что в iPhone 13 будет новый LTPO дисплей. Так вот, напоминаю, что именно Samsung является основным поставщиком дисплеев для iPhone. Понимаете, к чему я? Главный редактор авторитетного ресурса XDA Developers по имени Max Weibnach заявил, что Galaxy Note 20 Ultra станет первым смартфоном, в котором будет использован новый OLED-дисплей, выполненный по технологии LTPO. Да, кстати, чуть не забыл сказать, что самая жирная версия Galaxy Note будет называться Ultra. На самом деле, мне вообще все равно, как он будет называться, главное, чтобы аппарат был нормальным. Увереннее, ни для кого не секрет, что в последнее время Huawei чувствует себя, мягко говоря, не очень. Давление со стороны США становится все жестче, продажи в Европе падают, плюс еще свой отпечаток оставляет пандемия. Если верить данным аналитиков из CounterPoint, по сравнению с первым кварталом прошлого года просадка достигла 7%. Для сравнения, у Samsung всего 2%, а Apple вообще умудрились продать на 1% больше. Есть предположение, что кусок пирога Huawei откусила Xiaomi, сумевшая нарастить продажи на те самые 7%, которые потерял соотечественник. В этот самый момент я вспомнил случай с надписью о Google сервисах на коробке Mi 10 Pro. Что я могу сказать? Рынок жестокий и побеждает сильнейший. И самое интересное, это касается не только Европы, но и нас с вами. Вы рассматривали к покупке смартфон Xiaomi вместо Huawei? Или нет? Ну, после всех этих событий. Просто мне интересно знать, эти два бренда, они вообще конкурируют или нет? Или люди думают, если не Huawei, значит Samsung или iPhone. Но за что я уважаю этот бренд? Так это за то, что при всей той сране, которая с ними происходит, они не сдаются и продолжают двигаться вперед, как будто ничего не произошло. Возможно, это хитрый план, потому что чем меньше бренд акцентирует внимание на своей проблеме, тем меньше людей о ней знают. Я недавно совершенно случайно встретил своих знакомых, которые, ну, скажем так, далеки от технологий, не полный, но ли что-то знают. Так вот, они до сих пор думают, что компания Huawei в топе. Они не знают, что компания сейчас в сраке. И после общения с этими людьми, у меня в голове появилась мысль тире вопрос. Слушайте, а вот продавцы-консультанты в магазинах, они вообще рассказывают людям о том, что на смартфонах Huawei нет Google сервисов? Или вот так продают, как есть? Мне кажется, нужно устроить эксперимент. Давайте сделаем таким образом. Если под этим видео набирается хотя бы 25 тысяч лайков, тогда я пилю для вас годный контент. Я иду в магазин, устанавливаю какую-то скрытую камеру и просто общаюсь с продавцом-консультантом. Мне кажется, это будет интересно. А сейчас мне хочется вас ознакомить с довольно интересными новинками бренда, которые были представлены на этой неделе. Помните линейку игровых смартфонов Honor Play? Это те, которые выглядят как обычные смартфоны, но их почему-то называют игровыми. Младшая версия получила процессор от Mediatek. И, честно говоря, я не особо вижу в ней смысл. Зачем, когда на рынке есть Honor X10 плюс-минус за эти же деньги? Поэтому на нем и останавливаться не будем. А вот версия Pro вполне себе годный вариант за свои 408 долларов. Да, кого-то может смущать вырез в углу экрана, но если смотреть на его техническую часть, это прям топ за свои деньги. Флагманский процессор Kirin, быстрая флеш-память, крутая основная камера. Да блин, здесь даже есть инфракрасный датчик измерения температуры тела. В общем, на бумаге предложение прямо сладкое. И мне кажется, стоит заказать этот смартфон на обзор. Думаю, с Google сервиса мы что-то решим. Что вы думаете по этому поводу, принимайте участие в голосовании. Актуальные новинки это, конечно, хорошо. Но Huawei не перестают нам напоминать, что именно они являются одними из главных инноваторов на рынке. Да, у них могут быть проблемы с сервисами и прочими вещами, но, ребятки, по технической части они еще способны творить чудеса. В начале недели в сети появился патент футуристичного смартфона Huawei без фронтальной камеры и так называемым дисплеем-водопадом. На изображениях аппарат сильно напоминает устройство из линейки Mate. И я уверен, если компания решится реализовать нечто подобное, это будет именно Mate. Потому что, как правило, все инновации достаются топ-флагманам. Возможно, мы увидим этот смартфон уже этой осенью. Лично мне было бы интересно посмотреть на него вживую. Но не только Huawei могут удивлять. Вы помните, сколько шума со своими Mix Alpha наделала компания Xiaomi? Правда, смартфон так и не начал продаваться. Наверное, потому что компания поняла, с практической точки зрения их вариант из будущего это полный шлак. И они решили не выдумывать заново велосипед и скопировать все у Huawei. А что, идея неплохая. Складной Mate XS вполне годный аппарат. Правда, дорогой и без Google сервисов. Но Xiaomi это исправит и переманит на свою сторону потенциальных покупателей. Если что, это были мысли вслух. Но вы сами посмотрите на этот патент. На нем изображен аппарат один в один Mate XS. По информации в сети, Xiaomi должны представить свой складной смартфон уже в этом году. Если он будет выглядеть именно так, что вполне реально и логично, тогда его вполне можно ждать успех. Главное, чтобы ценник был намного слаще, чем у Huawei. А это может быть вполне реально, потому что недавно Xiaomi инвестировали 20 миллионов долларов в китайского производителя OLED-дисплея, который способен производить гибкие матрицы. Вполне логично, что именно этот производитель и станет поставщиком для будущих смартфонов Xiaomi. Ну что, ребятки, осень этого года обещает быть по-настоящему горячей, но до этого времени еще многое может измениться, поэтому я предлагаю не забегать вперед. Тем более, по сети гуляют слухи, что до этого времени компания может представить нового монстра мобильной фотографии. Во всяком случае, эту информацию проталкивает инсайдер Xiaomi-шка. А пока у меня не было повода ему не доверять. Речь идет о смартфоне с кодовым названием CAS. Предположительно, это продвинутая версия будущего Mi CC10. Основной фишкой смартфона должен стать продвинутый зум, 120-кратный цифровой и 12-кратный оптический. Кроме этого, аппарат получит камеры на 108 мегапикселей, новый процессор Snapdragon 775G с поддержкой 5G NFC и пока это вся известная информация. Одно я знаю точно, на международном рынке эта модель не ожидается. Я уточнил. Если Xiaomi представит этого монстра, то исключительно для рынка поднебесной. А вот Redmi 9, который уже окончательно стилей в сеть, представит и в наших странах. Внешне смартфон напоминает некий симбиоз Redmi K30 и Note 8 Pro. Только новинка получит полностью пластиковый корпус и два цвета зеленый и фиолетовый. Вырез в экране каплевидный порт Type-C. NFC для нашего рынка завезут. Остальные характеристики перед вашими глазами. Обращаю внимание на емкий аккумулятор, неплохие камеры и процессор от Mediatek. Предварительные цены 140 долларов за младшую версию и 150 за старшую. Честно, я даже не знаю, что лучше взять. Прошлогодний Redmi Note 8T или же эту новинку? Скорее всего, я бы остановился на Note 8T. Официальный анонс стоит ждать в ближайшее время. Ну и завершу я этот выпуск списком смартфонов Xiaomi, которые получит Android 11. А вы смотрите, есть ли среди них ваш аппарат или нет. Первыми, разумеется, будут флагманы, а позже потянутся и другие. К сожалению, в списке нет легендарного Redmi Note 7. Зато из народных есть Mi 9T и Redmi Note 8 Pro. А у меня на этом всё. Спасибо за просмотр. Не забывайте участвовать в розыгрыше трёх крутых пар наушников от OnePlus. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и да пребудет с вами Android. Хороших выходных! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok